Здравствуйте ребята! Сегодня у нас 10 марта Температура за бортом 77 фаренгейта Это где-то 25, наверное 26, если по Цельсию Вчера было примерно так же и даже еще теплее как раз в это время В общем, надо надеяться, что сильно холодно уже не будет Хотя вроде настолько тепло только на эту неделю А дальше будет обычный март А обычно это значит немного холоднее, конечно Но уже, надо надеяться, не минусовые будут температуры Уже это дело все прошло Хотя неделю назад в пятницу шел снег Небольшой, но все-таки снег А вот начиная со вчера Вот автобус поехал Начиная со вчера У нас вот такая вот теплая-теплая погода установилась Так, знаки перехода на месте Никто их не крадет Кому они нужны, я не знаю Поэтому они тут как стоят, так и стоят У нас тут в Нью-Джерси Ну это, кстати, касается не только Нью-Джерси Ну и, в общем-то, Нью-Йорка тоже У нас тут такие новости Новости, это новости таковы, что в воскресенье 13 марта Очень есть уже все большая и большая вероятность того Что профсоюз не договорится с руководством И наша государственная почти монополия Ну, в общем, государственная крупная транспортная компания Нью-Джерси Транзит Выйдет на забастовку То есть, короче говоря, утром 13 числа В воскресенье почему-то Они, возможно, прекратят всю работу То есть, все, не будут ходить автобусы Не будут ходить электрички наши здесь Если это все продолжится до понедельника То ничего хорошего, конечно, из этого не выйдет Но вот такие вот на данный момент у нас новости Вроде бы как меня это напрямую не касается Да, например, лично меня Или вообще вот как бы нас не касается То есть, мы все ездим на работу на машине Мы уже давно не зависим от общественного транспорта Но все те, кто ездит на общественном транспорте Им придется искать альтернативные пути А что такое альтернативные пути? Это своя машина, которую все равно у многих есть Просто они на них не ездят Это либо своя машина Либо такси Тот же Uber там или еще кто В общем В общем, будет худо Потому что все машины, которые обычно не ездят по дорогам В эти будние дни Они все вылезут на трассы, на дороги И будет черт знает что В общем, не знаю Для себя я рассчитываю так, что если действительно это произойдет И По-моему, там новый Chevrolet Volt ехал Я думал, его еще не выпустили Ладно, посмотрим на автошоу Нью-Йоркском Уже через месяц Если Если так дело пойдет И будет продолжаться забастовка И не будут ходить электрички То, наверное, мне придется выехать из дома в 5 утра Чтобы не застрять Но самое будет смешное Что я еще и застряну все равно Хоть я там на полтора часа раньше выйду Потому что Может быть, я не один такой Может быть, все решат Выйти Часа на полтора-два раньше Ну и все, значит, застрянем в одной пробке Вот будет весело В общем, вот такая у нас сейчас ситуация Я даже что-то не знаю О чем там шла речь А то, о чем там идет речь Чего добиваются работники Всех поездов, автобусов, троллейбусов и так далее Не знаю, что они там хотят Но, скорее всего, речь идет Ну, о чем? О повышении зарплаты там Я не знаю Возможно, о том, чтобы с них Не начали брать какие-то дополнительные доплаты За медицинские там страховки И за что там еще За различные, в общем, фишки Которые положены от работодателя Ну, вот за это они, в общем-то, бастуют Ну, что же делать? Будет видно Посмотрим, что из этого произойдет Что из этого получится В крайнем случае Останешь нафиг дома просто и все Если бы мне нужно было ездить не в сторону города То, в общем, на меня, на мне, наверное, это не сильно бы отразилось Ну, на дороге, может, чуть больше бы стало машин Но, как бы, лично в моей ситуации Это дело в том, что я еду практически туда же Куда едут, едет большинство автомобилей И в ту же сторону, куда едет большинство вообще людей по утрам И туда же по вечерам в обратную сторону Просто я не доезжаю до города Нью-Йорк Поэтому я не застреваю во всей этой Во всем этом котле Не варюсь в этом аду Но, если дело пойдет к забастовке То, конечно, все эти пробки растянутся Ну, так, может быть, даже миль на 15-20 От города А это значит, что пробки, наверное, будут даже уже, может быть, в Элизабет или Линдон Уже до туда добежит вся эта змея пробочная Весело будет, ребята Ну, что вам сказать Поживем, увидим Я не знаю, когда выйдет это видео На самом деле, там, может быть, это все выйдет уже после того, как все произойдет Хотя, может быть, я его поставлю отдельным таким Ладно, господа На этом, наверное, все Пора заканчивать Базар-вокзал Все Пока, ребята Будем следить за ситуацией Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!